Группа поддержки «Локомотива» готовится к сезону. На выступлениях девушки всегда в красивых нарядах, работают слаженно, исполняют все хореографические элементы на высшем уровне. Самое важное, что обычно остается за кадром. Трудоемкий процесс подготовки, но не в этот раз. После месяца перерыва от прошлого хоккейного сезона спортсменки вернулись к любимому делу. София Антипова ознакомилась с тонкостями этого командного вида спорта. Полина Соколова пришла в чирлидинг после профессионального спорта. Занималась гимнастикой с четырех лет, но из-за травмы пришлось уйти. Теперь для Полины группа поддержки стала второй семьей, и уже четвертый год ее вдохновляет эта неповторимая атмосфера. Я сначала максимально отказывалась от этой идеи, но после первого занятия поняла, что да, это мое, именно это то, что мне нужно, и это то, что очень близко лежит к моему сердцу. Правильные положения рук и корпуса являются важными элементами техники чирлидинга. Они помогают спортсменкам выполнять элементы безопасно и эффективно, а также делают выступление более эстетичным. На хоккейных матчах команда из 11 девушек работает на лестнице, а на сцене выступают 8. Ирина Печкалова уже шестой год занимается этим видом спорта. Она признается, что все-таки был момент, когда хотелось все бросить, но она продолжила работать над собой. Танцевала два года на лестнице и потом стала уже в основном составе заниматься и получила должность капитана. Меня безумно сильно мотивируют хоккейные матчи, болельщики, победа нашей команды. Эти эмоции, наверное, просто непередаваемые. После месяца перерыва от прошлого хоккейного сезона первая тренировка началась с разминки и повтора уже имеющихся танцев, чтобы наверстать физическую форму. Каждое занятие длится два часа, а может и дольше. По традиции подготовка к сезону проходит три раза в неделю. По словам тренеров, планируется много танцевальных номеров. В течение сезона спортсменки совершенствуют программу и придумывают новый материал. Отбор в группу поддержки серьезный. И те, кто пришел, ценят свое место, работая, не покладая рук. С каждым годом критерии отбора ужесточаются. У нас была система баллов каждого хореографа, где мы оценивали по системе оценок и хореография, как она подает с себя, девочка, артистизм, харизма, ее растяжка, ну и, конечно же, акробатические элементы. Сам кастинг у нас был в два этапа. То есть первый этап мы отсеяли тех девчонок, которые набрали меньшее количество баллов, и более сильные девчонки прошли уже во второй этап. Мы также участвуем в соревнованиях по чирлидингу. Например, в том году мы заняли дважды первое место. Это было перед Новым годом и также в апреле. На самом деле совмещать хоккейные матчи и выступления не так уж и легко, так как очень много тренировок. Помимо тренировок у нас еще также есть подготовка к матчам. И поэтому стараемся, много тренируемся. В чирлидинге у спортсменов выделяют следующие роли. Базы, ответственные за поднимание и удержание. Флайеры, которые выполняют акробатические элементы. Спотеры следят за безопасностью. Также есть танцоры и, конечно же, капитан, координирующий и направляющий выступления. Деление на роли в чирлидинге способствует слаженной работе и созданию впечатляющих выступлений. Группа поддержки хоккейного клуба «Локомотив» уже 26-й год радует болельщиков и хоккеистов красивой хореографией. За прошлый сезон показали отличные результаты и в дальнейшем планируют оточить технику движений. София Антипова, Олег Вольский, Главные телевизионные новости.